Привет всем зрителям, подписчикам, донатерам, а всем остальным соболезную. Пришла пора рассмотреть генетику в Римворлде, которая посетила нас Телция Биотех. Это будет довольно большой обстоятельный ролик с простым видеорядом, поскольку генов больше 200, поэтому заварите печеньки, распаковывайте чай, а я все подробно расскажу, но без воды. Как вы это любите, в закрепе будет ссылка на мою гугл таблицу с генами, однако там не идеальный перевод и неправильные цифры. Так что если хотите рассмотреть все гены самостоятельно, советую вам это сделать в игре, вместе с модом на перевод, ссылка на который будет в закрепленном комментарии. Также видос разбит тайм кодами на разделы. Сначала расскажу про сами гены, потом про то, как их получить. Если вам интересна конкретная тема, смело пользуйтесь кодами. Коротко расскажу про то, как работает генетика в Римворлде. Есть грубо говоря три типа чарт, положительные, отрицательные и косметические. Положительные дают баф пешке. Но увеличивают потребление еды. Отрицательные дают дебаф. Но уменьшают потребление еды. Однако большинство отрицательных не имеет смысла. Про это я поподробнее расскажу, когда речь дойдет до генов на навыки. Косметически изменяют только внешний вид. Метаболизм больше нуля уменьшает голод на 10% за каждую единицу метаболизма. Вплоть до 50% на 5 метаболизма. Набирать больше метаболизма не имеет смысла. Отрицательный же метаболизм чрезвычайно сильно увеличивает голод. До 25% за единицу и до 225% при минус 5. В игре не получится создать набор генов с меньшей эффективностью. Просто игра не дает. С генетикой можно немного познакомиться на стадии создания персонажей. Нажимаем кнопку редактор ксенотипов. И тут можем или загрузить созданный набор, например неандертальцев, или создать свой. Гены могут наследоваться. При создании ксенотипа вот эта кнопочка включает, наследуются наши гены или нет. Как мы можем посмотреть по загрузке созданных. В игре свои гены передают гряземоты, неандертальцы, свинолюды, импиды, потраты и итокины. Все остальные соответственно не передают. У нас есть аж 17 категорий генов. Пройдемся по ним и скажу свое мнение. Давайте начнем с самого по идее вкусного и имбового. А именно с архитовых генов. По идее со старта их у нас быть не может. Ибо они сделают игру слишком простой. Но можно включить галочку игнорировать ограничения. И вы сможете их поставить своей пешке. Я впрочем не советовал бы. Ибо чтобы получить их в игре, надо хорошенько постараться. Сами гены. Без шрамов. Каждые 15-30 дней происходит заживление старой раны или хронического заболевания. Этот ген мне не кажется интересным. Ибо тратить супер редкую архитовую капсулу на такое. Шрамы можно вылечить и в биоскульпторе. Болезнями сложнее. Но можно не доводить пешку до старости. Опять же через биоскульптор. Регулярно ее омолаживая. Вживитель генов. Раз в пару лет сможем передать свой генетический материал другой пешке. Но если сделаем это слишком рано, умрем. Имбовая штука. Ибо она уменьшает потребность в архитовых капсулах. Ведь мы сможем вживлять архитовые гены сначала одной пешке. И она потом вживит все свои гены другой пешке. Потом эти две пешки передадут еще двоим. Четыре еще другим четырем. И так далее. Правда на это потребуется время. Идеальный иммунитет. Пешка получает иммунитет к гриппу, малярии, сонной болезни, чуме, заражению и легочной гнили. Штука приятная, но не первостепенная. Не стареющий. Пешка не получит возрастных болезней. Но зачем этот ген? Просто не берите престарелых пешек. А в лейте можно любимых пешек омолаживать в биоскульпторе. Вечная молодость. После 18 пешка не стареет. Опять же, проще биоскульпторам. Бессмертный. А вот это самая имбовая штука. Пешка умрет только после уничтожения мозга. Что повышает и боевой потенциал пешки под чипом обезболивания в несколько раз. И в целом пешку станет невероятно сложно убить. Архитический метаболизм. За аж две капсулы получаем 6 метаболической эффективности. Неплохо? Конечно. Но на самом деле мы можем получить тонны метаболизма и без этого. Вообще без штрафа для пешки. Активные способности. Животный клич. На 12 часов выбранная животинка сражается на нашей стороне. Два заряда. Раз в 15 дней. Дистанция 50 клеток. Вроде полезная на картах, где есть много нейтральных животных. Но жрет 3 метаболизма. И в лейте эффективность данной обилки будет стремиться к нулю. Нужно ли это? Я сомневаюсь. Пенный спрей. Собственно, плюется пеной в квадрат 3 на 3. Тушит весь огонь. Перезарядка 12 часов. 3 заряда. Однако плюется крайне недалеко. 4 клетки. И зачем, если можно потушить руками? Странная шняга. Плевок огня. Раз в 5 дней мы плюемся в конусе жидким огнем. Опять же, зачем? Жечь свою базу. Чужую. Разве что в сочетании с пенным спреем. Чтобы после боя быстро потушить можно было. Или в каких-то хитрых киллбоксах. Кислотный спрей. Плюемся неприятной бякой, которая наносит 7,5 урона в среднем по 2 конечностям. Дальность 8 клеток. В размере 3 на 3. 1 заряд. КД 12 часов. Опять же, шняга для начала игры. Хотя киллбокс и наличие спеша может привести к безумным тактикам. Гемогенные. По сути, это вампирские способности. Про них поговорим отдельно и подробно в ролике про вампиров. Гены связанные со здоровьем. Выработка иммунитета. 90, 110 или 150% скорости. Эти гены мне не кажутся интересными. Разве что именно на 150%. Стоит 2 сложности и 2 метаболизма. Но аж 150%. Позволит быстро поправляться от болезней даже при плохом лечении. 90% верный путь в могилу. 110% редко окажется когда решающим. Заживление ран 50, 200 или аж 400%. Пешки и так после ранений поправляются дней. А представьте, что она будет чили в кровати неделю. Нафиг 50% надо. 400% очень интересно. Особенно если у нас в колонии есть гены или черты на агрессивность. Пешки часто дерутся, но при этом и мгновенно поправляются. Экстремальная свертываемость крови. Быстрее прекращается кровотек. Полезно. Стоит недорого. Почему нет? Психика. Минус 100 психочувствительности. Минус 50. Плюс 20. 10 медитации. И 0,10 скорости нейроперегрева. Плюс 40. 20 медитации. 0,2 скорости нейроперегрева. Классные гены. Минус 100 делает нас невосприимчивыми ко всяким гулам. Так и плюс к метаболизму. То есть можно брать на всех пешек, кроме псиоников. А на псиоников наоборот в плюс. Делает их более классными псиониками. Ментальная связь обязательно будет с кем-то отношение. Что экономит кровати и дает классный буст к настроению. Но если партнеру мрюот. Движение. Минус 0,2. Плюс 0,2. Плюс 0,4. При базе 4 и 6. Учитывая, что теперь переноской должны заниматься роботы. Для колонии играющих без ближнего боя. Можно взять и дебавк скорости передвижения. Перечникам же все-таки желательно получить бавк скорости. Ускорение без одежды. Разве что мы играем за нудистов. Бавк к метаболизму и плюс к скорости. Для этого отыгрыша крайне полезный ген. Можно сочетать с генами выше. Например, медленный бег и ускорение без одежды. Получаем 5 метаболизма. Минус 0,4 к скорости передвижения в одежде. Для ремесленника или ученого может быть это крайне полезно. Настроение. Минус 12. Минус 6. Плюс 6. Плюс 12. Дебавк дает много метаболизма. Но такие жесткие дебавк к настроению в лейте ой какая лукнутся. А разве что на непонятом творце имеет смысл. Чтобы у него чаще были срывы и он клепал больше легендарок. Плюс к настроению стоит немного. Зато такой приятный буст. Можно спокойнее ходить в караваны в лейте. Меньше нервных срывов. Классная штука. Температура. Слабость к холоду, теплу. Уменьшает на 3 верхний или нижний порог по температуре. Если играете в ровных температурных условиях, можно на халяву получить немного метаболизма. Устойчивость и сверхустойчивость к теплу или холоду. Увеличивает верхний или нижний порог по температуре на 5 или 10. Пригодится в биомах с экстремальными температурами. Сопротивление и чувствительность. Антитоксические легкие. 50 или 100% резист к токсинам и загрязнению. Но нет резиста к токсическому или ядовитому оружию. Устойчивость и иммунитет к токсинам. 50 или 100% резист к токсинам. Но стоит чуть дороже по метаболизму, чем антитокс легкие. Я думаю, есть смысл только в полностью антитоксических легких. Если вы планируете играть на зараженной местности. Все-таки именно токсическое оружие, по моему опыту, показало себя ну никак. Так и половинный резист, какой в нем смысл? Если живем в заражении, нужен 100%. А 50% брать на всякий случай, какой смысл? Чувствительный ультрафиолет. 90% передвижения и дебаф минус 6 к настроению на свету. Смертельный. 80% передвижения, минус 12 на свету. Первый дает 3 метаполизма, второй только 4. Я думаю, лучше взять для горных обитателей чувствительный ультрафиолет. Все равно жирный баф к метаболизму. И если что, все равно можно выйти на свет. Огнестойкость. Только 25% урона от огня. Шанс загореться в 10 раз меньше. Полезный ген, например, для строителей, которые чинят турели под огнем от инферносинтипед. И стоит немного. Вспоменяемая кожа. Урон от огня, Х4. Дает лишь 2 метаполизма. Очень жесткий дебаф, который может адово нас покарать. Нафиг его. Пирофобия. Нервный срыв, если рядом есть огонь. Дает аж 4 метаполизма. Но опять же. В лейте мы регулярно воюем с инферносинтипедами. Огонь от которой с таким геном может стать просто адом. Так теперь есть еще и импиды. Которые приходят со старта игры и поджигают. Ну его нафиг. Насилие. Спокойствие, агрессия и гиперагрессия. Спокойствие довольно бесполезный ген. Ведь пирожки и так редко дерутся, если у них нет черт на драке. Агрессия и гиперагрессия интересны, при, как я уже говорил ранее, 400% скорости заживления ран. Так под эсцеллятором получаем хороший буст к метаполизму и прокачке ближнего боя. Без по факту особого вреда. Слабый и сильный ближний бой. 50 или 150% урона в ближнем бою. 150% в ближнем бою имба. Особенно в сочетании с живучестью. Привет неандертальцам. 50% полезно для стрелков, которые никогда не вступают в ближний бой. Полярный метаболизм интересно сочетается с чертами выше. Сильный ближний бой и спокойствие будут давать сильных милишников, которые не поубивают друг друга. А вот гиперагрессия и сильный ближний бой. Как бы ваши пешки не поубивали друг друга. А вот гиперагрессия и слабый ближний бой. Дадут аж 4 метаболизма и классно вместе работают. Пешки хоть и часто дерутся, но при этом особого вреда не нанесут друг другу. Но отыгрываем тогда чисто дальний бой. Блокировка насилия. За лишь 3 метаболизма пешка перестает воевать. Нафиг надо. Доброта. Можно привить пешкам, которых охота перевести в свою религию. Но какая-то из черт крайне мешает этому. А так в целом. Зачем? Жажда убийства. Возникает потребность убивать в ближнем бою. Но дает аж 4 метаболизма. Придется отыгрывать идеологию каннибалов. Сон. Потребность во сне растет со скоростью 180, 140, 40 или 0%. Дебафы слишком неприятные. Пешка полжизни проспит. Вообще без сна тоже вариант так себе. Лишаемся удовольствия комфорта во время сна и возможности на близость. А вот 40% самый интересный вариант. Пешке хоть и надо будет спать. Но вместо 8 часов будет лишь 3,5. Остаются все плюсы. И стоит не адские 6 метаболизма, а 4. Крайне интересный вариант. Боль. 115 или 75% получаемого урона. Рубки интересны для дальников, которые стоят в киллбоксе за стеной и баррикадой и практически не огребают. Можно считать, на халяву 3 метаболизма получаем. А крепость жизненно необходима для милищников. Особенно классно будет с чертой живучести. Сильная боль и уменьшенная боль. Опять же, сильная боль классно за укрытиями. Плюс 2 метаболизма. А уменьшенную боль лучше не брать. Ибо будет намного больше шансов, что наша пешка откинется во время боя. Ведь она дольше будет стоять даже при тяжелых ранениях. Или ее просто убьют, а не упадет она. Или получат просто бешеный кровотек. Но его нафиг. Размножение. Низкая, либо высокая либидо. Метаболизма не стоит. Лучше взять высокая либидо. Больше шанс на баф к настроению и размножение. Плодовитость или бесплодный. Бесплодный хорошо для одинокого механитора. Плодовитость можно брать всем остальным. Хуже не будет. Ибо ничего не стоит. Привлекательность. Чрезвычайно уродлив. Уродлив. Красота. Невероятная красота. Что тут думать? Берем чрезвычайно уродлив. Халявные 2 метаболизма. Косметические. Говорить о них смысла, я думаю, нет. Разнообразные. Стильный желудок. Никогда не отравимся. Само по себе смысла не вижу. Разве что при следующем гении есть смысл. Ведь при нормальном поваре вы и так не отравитесь. Отличное пищеварение. А это уже довольно интересно. Можно есть сырую пищу вообще без дебафов. И с сильным желудком никогда не отравимся. За 3 метаболизма вообще убираем потребность в поваре. И это довольно интересно. Затупок и быстрый ученик. Дают медленную обучаемость или быструю обучаемость. Затупок крайне плохой ген. Ведь теперь нам не нужны пешки-носильщики или уборщики из-за мехов. А быстрая обучаемость классная штука. Но аккуратнее с ней. По сути она нужна лишь ремесленнику и строителя. Ведь им важно любыми методами держать 20 мастерства в профильной работе. А остальным не так важно. Если пешка к чему-то способна, так она и так будет как правило долбиться в кап обучения 4000. Эти 75% немного что изменит. Но вот в непрофильных областях навыки будут расти намного лучше. Но как правило нам не нужны мастера на все руки, а у каждой пешки своя роль. Разве что давать его пешкам, у которых нет огонька в дальнем ближнем бою. А вы очень хотите, чтобы она в нем преуспела. Близорукость. Адова падает точность на средней и близкой дистанции. Но дает два метаболизма. Вроде бы ген чисто для миличников. Но есть такое оружие, как автоматический дробовик. Который и так стреляет только на близкой дистанции. То есть пешка остается дальником. Стреляет в пушки с конским ДПСом, уничтожая миличников. Очень классный ген. Ночное зрение. Нет дебафа от темноты. Зачем, если можно поставить лампы? Кровосмешение. Два метаболизма. Медленная обучаемость. 85% скорости выработки иммунитета. 50% плодовитости. Какая жесть. Не скрещивайте родственников. Умеренная и большая нестабильность и клеток. Меньше продолжительной жизни. Адский шанс ловить рак. Плохо вырабатывается иммунитет. Нафиг блин это. Метаболизма дает мало. Свиные руки. Добав к скорости работы за один метаболизм. Кошмар какой. Уберите с моих глаз. Удлиненные пальцы. За один метаболизма 10% к скорости работы. Приятно и недорого. Меховая шкура. Один метаболизма. Стакается со сверхустойчивостью к холоду. Получаем дополнительно к минимальной температуре 20-ку. Сможем или выживать на ледниках, ходя не в шубах, а в плащах. Или устроить на планете просто ледяной ад с минус 100 круглый год. Правда ходить к нам тогда будут только механоиды. Мотивация загрязнения. Живет один метаболизма. Дает бонусы при заражении. Если отыгрываете принятие токсинов, брать обязательно. Неудержимость. Нет замедления при получении урона. Крайне классный ген для милищников или кайтеров. Пушистый хвост. Еще 5 к минимальной температуре. Полезно. Гладкий хвост. 5% к работе. Мало конечно, но почему нет? Стоит-то копейки. А теперь самые интересные гены, это гены навыков. Почему они интересны? Так потому что есть гены на ужасен в каком-то типе работ. И это дает бонус к метаболизму. В процессе игры можно давать, например, гены ужасных навыков пешкам, которые не занимаются этой работой. И по сути, нахалявно получать метаболизм. Без какого-либо дебафа. Например, строителю дальнику выдаем ужасен в ближнем бою, горном деле, кулинарии, растеневодстве, животноводстве, ремесле, искусстве, медицине, общении, умственном труде. И мы получаем аж 20 метаболизма, Карл. 20. Это чертова имба. Например, можно набрать ему кучу положительных генов. Моментальное заживление ран, быстрый бег, радостный, полностью антитоксические легкие, малый сон, быстрый ученик, удлиненные пальцы и гладкий хвост. Получается просто имбовый строитель, которому наплевать на токсины. Быстро бегает, учится, мало спит, быстро поправляется, с бафом на настроение, бафом на работу. И все это на халяву. Это жесточайшая имба. Так, на мой взгляд, быть не должно. По-моему, ужасен в каком-то навыке. Не должно давать баф к метаболизму. Если уже есть, ужасен в чем-то в другом. Надеюсь, это понерфят. Иначе это просто жесть. Берите нервных беременных женщин до 18 лет от экрана. Ибо сейчас пойдет речь про такую страшную вещь, как наркотики. Тут три вида. Сопротивление к зависимости. Это уменьшение шанса на зависимость на 50%. Мысла не вижу в этом. Зачем тратить метаболизм, если все равно останется риск получить зависимость? Без зависимости. Сможем употреблять наркотик, но зависимость никогда не возникнет. Приятный ген в теории. Но большинство наркотиков наносят вред не только тем, что можем словить зависимость, но и тем, что можем получить химическое повреждение внутреннего органа при длительном употреблении. А стоит этот ген аж 5 метаболизма. В целом, его можно использовать, чтобы, например, все поселенцы закидывались психином перед боем. Но и только. Потребность в наркотике. А вот это уже имбовый набор генов, как по мне. Сначала описание. Если пешка не потребляет в течение 5 дней, то страдает. Если 30 дней, то впадает в кому. Если 30 дней, то умирает. Получается, нам надо давать пешке не реже, чем в 5 дней. Так у нас есть пивас, психиновый чай, демолист, которые я и так на регулярной основе давал пешкам в лейте. Чтобы они не психовали, если что. Так а тут мы и получаем еще по 4 метаболизма с каждой потребности. В сумме 12. По большому счету, опять-таки на халяву. Ведь и пивас, и психиновый чай, и демолист имеют безопасный интервал применения. По памяти, у пива это день, у демолиста 2 дня, у чая 3 дня. То есть в любом случае меньше, чем 5 дней. Мы можем совершенно безопасно держать наших пешек на всех этих трех потребностях и получить солидный баф к метаболизму. Но не эмбали. Что ж, мы посмотрели все гены. Создали или не создали свой ксенотип. И теперь хотим в самой игре добавить гены нашим пешкам. Как же быть? Для этого нам потребуется новая генетическая инфраструктура. Начнем с комбинатора генов. Вот это строение самое главное. Выбрав его и нажав кнопку комбинировать гены, мы создаем новый набор генов. Откуда же взять гены? Для этого служит другая постройка. Экстрактор генов. Получив в нее пешку, мы спустя сутки получим один случайный набор из генов, которые у нее имеются. К тому же у пешки будет шоковый дебаф на 4 дня. Это 15% боли, минус 25% движения, минус 5% сознания, минус 15% фильтрации крови. Также будет второй дебаф на восстановление генов. Если в течении 25 дней снова отсканить эту пешку, то она умрет. Будьте осторожны. К сожалению, мы никак не можем влиять на то, какие именно гены мы получим после сканирования. Это полный рандом. Так что немного удачи совсем не повредит. Также еще в чем проблема, что идет набор генов совместно. Какие гены есть в этом наборе, придется все вживить пешке. Однако на стриме, благодаря автору мода на перевод, мы придумали способ борьбы с этим. Захватываем пленника, создаем набор генов из этого пакета, вживляем пленнику, наш набор генов заменит его гены и сканируем его. Если повезет, мы отсканируем нужный нам ген, не взяв лишнего. Однако если сканировать пленника сразу после вживления генов, он умрет. Да и черт с ним. Хорошо. У нас есть набор генов, комбинатор, но как запихать гены в комбинатор? Для этого нужно построить генный банк, он хранит в себе до 4 генных пакетов. Их построить можно сколько угодно. Просто так хранить генные пакеты на складе нельзя. Они от этого портятся 5 единиц в сутки. Отлично. Мы хотим создать набор генов, а теперь помимо метаболизма, нас ограничивает какая-то сложность. Всего 8. Это же мы сможем использовать всего ничего генов. Ничего страшного. Повысить сложность можно легко, построив рядом с комбинатором ген-процессор. Он дает по 2 сложности дополнительно. И нет ограничений на количество этих процессоров. Теперь мы в комбинаторе создаем нужный нам набор генов, нажимаем кнопку запуск комбинации, и пешка ученый идет ее создавать. После чего из комбинатора вываливается ксеногерм. Выбрав этот ксеногерм, можно через соответствующую кнопку отдать приказ вживить его кому мы захотим. Но это будет уже полноценный метод операции. Потребуется 4 медицины и заменить имеющийся геном. Гены можно менять сколько угодно. Отлично. Мы отсканировали пленников, насобирали генов, но у них есть далеко не все гены. Как же быть? Выход есть. Торговать. У торговцев экзотикой от союза чужеземцев продаются рандомные гены. Я так на стриме смог купить у них гены бессмертия. Так что надо с ними задружиться, проще всего подарив им подарки. Построить консоль и вызывать все время себе торговцев экзотикой и покупать у них гены. Вроде как, есть еще квесты на гены. Меня они впрочем не прилетали. Хорошо. У нас есть все нужные гены. Да вот капсулы архитов нет для нужных генов. Где их взять? Я, честно говоря, в игре за 300 дней одинокого механитора их не встретил. Но говорят, что на них бывают квесты и видели их у торговцев. Мне, видимо, не повезло. Собственно, на этом я рассказал все про генетику. Если использовать редактор ксенотипа по полной, можно создать такую грязь, даже без архитов, что даже самые имбовые билды и диалоги будут нервно курить в сторонке. Но в самой игре топовая генетика из-за своей рандомности, небольшого количества генов у торговцев, будет занимать бешеное количество времени. Что, впрочем, не мешает в глубоком лейте все равно прийти к имбовым генам. Теперь немного о планах на будущее. А именно, в пятницу я планирую стрим во второй половине дня. Скорее всего, около 18 по МСК. Однако у меня сейчас адово болит горло. Надеюсь, к пятницу все пройдет. А там будем играть за новую колонию. Возьмусь за сценарий вампира и продолжим в субботу и воскресенье. Думаю начинать около 14 по МСК и сидеть, пока я не устану. После 22, скорее всего, будет вебка. Там будем готовиться к роликам о вампирах и детях. Не знаю, будет ли это один или два ролика. Посмотрим по материалу. И выйдут они так же, как на этой неделе. Вторник и четверг. Кстати, я не просто так сказал бу-дем играть. Потому что, наконец, обновили под 1.4 Рим Коннект. И зрители на твиче смогут устраивать рейды на мою базу. Присылать колонистов со своими именами. Кидать меня животными и предметами. И все это на халяву. Просто смотрите и получайте со временем серебро. Которое через расширение на твиче можно тратить. И если вода о не будет, он как модер сможет делать ивенты с голосованием. То есть вы сможете голосовать за то или иное событие. Ссылка на твич будет в закрепленном комменте. Но я стримлю и на ютуб, и на твич. Можете смотреть, где вам удобно. Но Рим Коннект работает только с твичом. Действительно, огромное вам спасибо, что досмотрели до конца. Очень жаль, что прошлый ролик с полным разбором механоидов набрал относительно не так много просмотров. Хотя сил в него было вложено очень немало. Если еще не смотрели и сами не изучали мехов, крайне советую его посмотреть. Ну и конечно не забываем ставить лайки, подписки и комментарии. Я все комменты читаю, почти на все отвечаю. И мне очень интересно узнать, какие вы придумали комбинации с генами. И считаете ли вы обуз плохих навыков имбовым. А я пойду наконец спать, отдыхать и готовиться к марафону стримов по вампиру. Всем миску риса и легендарной кровати. На связи был Тосфорс. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...